Замечательную историю мне рассказали. Она побывала на концерте у Аркадия Сакча Райкина, зашла к нему за кулисы и сказала, Аркадий Сакч, а вот вы поёте песенку в своём спектакле, а вот это и есть мои стихи, да? Ну, он сказал, странно, какие же это стихи, Анна Андреевна, вроде я ничего вашего не читаю. А вот дура, дура, дура ты, дура ты проклятая, у меня четыре дуры, а ты дура пятая. Вот это вот мои стихи, Аркадий Сакч. Вот они очень смеялись. А единственная попытка пойти на, как сказать, эксперимент социалистических стихов, это она написала, вышла Дуня на балкон, а за ней весь собнарком. На этом она остановилась. Так вот, сейчас в поисках национальной идеи. В чём она для вас? Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Не страшно под пулями мёртвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесём И внукам дадим, И от плена спасём. На веки. Тринадцатый вопрос. Что вы поняли у черты жизни? Что бы вы взяли с собой туда? Ну, я уже говорила, что Аня Андреевна Чаще всего идут с бедой, С разрывами и с расставаниями, Либо как гуру. Беседы с Сократом. 1910 год, Аня Андреевна, 21 год. Стояла долгая у врат тяжёлых ада, Но было тихо и темно в аду. О, даже дьяволу меня не надо. Куда же я пойду? 21 год. 40. Уже безумие крылом Души накрыло половину, И поэт огненным вином И манит в чёрную долину. И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы чужому бреду. И не позволит ничего Оно мне унести с собою, Как не упрашивай его И как не докучай мольбою, Ни сына страшные глаза, Огаменелое страданье, Ни день, когда пришла гроза, Ни час тюремного свидания, Ни милую прохладу рук, Ни лип взволнованный тень, Ни отдалённый лёгкий звук, Слова последних утешений. Из цикла песенок Пятьдесят девятый, шестьдесят второй, шестьдесят четвёртый. Кто чего боится, То с тем и случится. Ничего бояться не надо. Это песня Пета. Пета, да не эта. А другая тоже На неё похожа. Боже! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом закончились прямые ответы и вопросы, а теперь пошло гадание. Я сразу хочу сказать, что Анна Андреевна не ответила на вопросы, как вы относитесь к нынешней власти. Ей давалось три попытки, полная переверта, ничего понять нельзя. На вопрос, есть ли что там и где вы, ничего не сказала. На вопрос, что делать, кто виноват и когда я выйду замуж. На эти вопросы Анна Андреевна не ответила. А вот на которые ответила первое гадание. Есть ли у вас тайна, Анна Андреевна? Ответила со второй попытки. Позвольте скрыть мне всё. Мой пол и возраст, цвет кожи, веру, даже день рождения. И вообще всё то, что можно скрыть. А скрыть нельзя отсутствие таланта и кое-что ещё. А остальное скрывайте на здоровье. Второй вопрос гадания. Какой грех вы считаете самым главным с первого раза? Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым. Гадание третье. Ваше любимое стихотворение. Вы знаете, ну мы открыли три, но уж вот с первой попытки какое было, такое мы оставили, и оно тоже очень, с её стороны, большой подарок. Итак, ваше любимое стихотворение, да? Одно, словно кем-то встревоженный гром, С дыханием жизни врывается в дом, Смеётся, горло трепещет, И кружится, и рукоплещет. Другое, в полночной тишине, Не знаю, как крадётся ко мне, Из зеркала смотрит пустого, И что-то вормочет сурово. А есть и такие, Средь белого дня, Как будто почти что не видя меня, Струятся по белой бумаге, Как чистый источник во враге. А есть ещё тайные бродят вокруг, Ни звука, ни цвета, Ни цвета, ни звука, Громится, меняется, вьётся, А в руки живым не даётся. Но это по капельке выпила кровь, Как в юности злая девчонка любовь, И мне, не сказавший ни слова, Безмолвием сделалось снова. И я не знавала жесточей беды, Ушло, и его протянулись следы Какому-то крайнему краю, А я без него умираю. Четвёртое стихотворение С чем уходить? С третьей попытки. Я всем прощения дарую И воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавших в уста. Ну и последнее. Анна Андреевна, А вам хотелось что-то исправить. Могла ли бича словно дан творить, Или, Лаура, жар любви восславить? Я научила женщин говорить, Но, Боже, как их замолчать заставить?